привет друзья продолжаем проект большой такой наш проект потолки 170 квадратных метров займемся сегодня комнатой в которой потолок полностью покрыт масляной краской но прежде просили в комментариях показать кирпич исторический старый кирпич я вам сейчас его покажу почему да так у нас здесь печка и вот здесь много таких кирпичиков стрелин стрелин клеймо стоит стрелинг на самом деле клин клеймение кирпича клеймо кто вдруг может быть там как-то не в курсе правило для единообразной и прочной выделки кирпича 1847 год почитайте почему и как вот так делалось это типа знак качества что то в этом роде то есть некие снипы от 1847 года 1 февраля закончили мы прошли 1 февраля начинаем следующие тоже 1 февраля поскольку масло никто не знал да вот я не забрался не влез и получилось масло надо отработать надо быстро решить проблему поскольку это проблема масла то не имел да значит смылька у нас благо она была смылька обвини вот видно вот это вот тоже день и трогал да сколько у меня ушло на четверть карниза карниз 45 наверное высотой я думаю это комната 4 на 4 4 ну потом я напишу точно какой размер сейчас я не смотрел в общем очередь ну может не видел как это все работает да как смылька работает нам намазали даже накладывать и надо я все равно всегда вот эта ошибка на я стараюсь экономить поскольку она довольно таки ну прилично стоит и она была для убийца и от просто ну давайте посмотрим как наносится может кто не видел в прошлом ролике был момент да я вот пробовал полтора часа где-то прошло вот так вот у нас работала ну это позволяет предположить что она будет работать в массе вообще да да почище можно работать можно почище работать вот это радиаторная кисть хорошенькая такая ты по моему пиарол но она без опознавательных знаков без ничего то есть без красного зеленого иначе и сразу же потом разъедает краску и там я делал не надо мазать вот так вот так вот так ее бы желательно желательно бы ее примут в такой слой накладывать до вида то есть это хорошо вот это хорошо получилось на бывает что меньше но все равно хочешь я чуть-чуть пригладить поскольку баночка так прилично стоит то есть она не не самая дешевая но она позволяет нам дышать хотя бы и во время и потом позволяет дышать после того наносим не размазываем ее не стоит размазывать прям в ноль вот чтобы сэкономить так она плохо будет работать слой смывки по идее должен быть сопоставимым с слоем краски по толщине то есть если там толстая краска посмотрели прикинули а значит надо потолще и чтобы она прям ну либо за два раза здесь не мажем здесь попробовали здесь у нас мел под этим маслом несчастным и этот мел под грунтовым там существует грунт вот и местами это все вот где бы я тут делал пытался вот здесь и даже вот видно вот эта красочка до краска как бы она въелась уже собственно накрывку гипсовую поэтому смысл на и расход не очень-то большой вот такой расход получился во сколько было но я чуть ведро перемещал во сколько было высокая выбрал я надеюсь что на эту комнату хватит там розетка у нас еще углы вот этим надеюсь хватит ну такая она вот она такая вот она держится она хорошо держится и она зеленая она колеровано то есть видно куда-то и нанес она непрозрачная это хороший плюс пигмент ладно чё чё дальше делать вкусно пахнет яблочко ну да такая позволяет немножко поработать безопасно хотя бы относительно ну и дальше накрываем стрейчерчер ну и чтоб не было подбородка значит очень не любят свои подбородки побаиваются беспокоиться короче это легче делать вдвоем одному это тоже можно делать укрывать стрейчер для чего мы это делаем думаю все время придем а может не придем сюда и в целом меньше испаяется то есть она медленнее соки цинка куда ты хочешь сначала приклеить давай вниз а ну ладно говорили так сейчас я у меня зато голова где-нибудь я уже все его делал потом оставим это диспенсер да хитрый диспенсер ого не ес уже заморочивающуюся пленку опа надо поставить чтобы она не успела бы давай я сам давай она бывает скрючивается сплюхивается хватило? почти ну ладно с той стороны закроем по-моему уже еще выше здесь и вот все что намазали можем а можно еще выше да да пожалуйста все что намазали туда и перелеплено вот так вот вот здесь вот так потом же почищаем этот товарищ пробовал феном вот почищено что идем ну мы там кусок так наклеим как-то так может правильно не правильно но правильнее всего наверно правильно да вот это любимое наше правильно Зараз делай? Давай тогда два кучка. Вот её. Выхватывай её. Она бывает клеится. Вот. Иди чуть в угол. Она полпу с львовой парки. Она там что? Как получилось. Больше не получится. Ну и ладно. Хорошо её правильно-вправильно клеить её снизу вверх, чтобы следующим листом прижать вот так. А следующим ещё, ещё этот лист прижать. Тогда можно сверху снимать листочек один и работать. А остальное пускай не сохнет и стоит. А если всё это начали давать вот так, вот так, кое-как, то потом ты начинаешь скрывать какую-то плёнку, ты тянешь какую-то следующую плёнку и это всё, ты весь пкашиваешь, поэтому, извините, кое-чём. Ну что, вообще вокруг везде. Он нахлёст как обоев, правильно? Да-да-да, то есть одну на одну. Эту следующую сверху будем. Давай попробуем сразу вверх сделать, но попробуем. По идее, мы должны туда двигаться. Сейчас покажем этот короткий участок, переделается. Может мы и неправильно делаем. Вот. Ну это Пантон, пожалуйста. Пантон. Пантон, понял. Пантон, понял. Пантон, понял. Хе-хе. А, так? На палку, там. Да. Такими кусками, участками. Закрываем. У нас ещё прохладно тут. Было бы теклее, она бы сокла. А я вот намазал сюда. Ну как это, переоткрою. Тут уже, наверное, час прошёл. Не-а. Мокрое. Час мокрое. Она бывает быстрее сохнет. Отлично. Хорошо с ней сохнет. Но на самом деле, из-за этого, она как бы из-за того, что чуть прохладно, она может чуть меднее работать. Ну, в общем, вот так. Вот так всё закрываем. Идём вперёд. Делаем себе задел на сегодня, может быть, на завтра. И чуть-чуть так будем продвигаться. Посмотрим, как будет работать. Давай, да? Давай, да? 2 февраля. 2 февраля. Добили с утра. У меня не было. Ксении и две. Ксении добили. Добили этот очень такой сложный, как оказалось, очень сложный коридорчик. Особенно здесь они залипли. Они реально полдня. Тут вот этот вот кусочек, участочек вычищали. Ну, как бы, почему-то там было очень сложно. Прям, говорит, по миллиметру, говорят, чистили. И мы переходим сюда, туда, где я вчера намазывал. Кстати, я поменял, попробовал чистоту кадров. 30 кадров поставил, вместо 60. А, мигает, но не так сильно. О, вообще кайфово. Стало лучше. Сейчас у нас подсохло. Естественно, что у нас всё подсохло здесь. То есть всё, что вчера было намазано. И сейчас Сеня проходит и взбадривает. Взбадривается водой, просто водой. Она подсохла, смывка. Я потом покажу, как именно она подсохла. И вот сейчас она прошла, и весь периметр, который мы захватим, и мы захватим много. Довольно-таки много. Метров 7, наверное, я думаю. И вот этот весь периметр. Начинаем поверху, работаем сверху, и потихоньку, постепенно будем снижаться, уходить в сторону падуки. По всему периметру доступному. Пошла хорошо? Да, пошла хорошо? Да. Замечательно. Вот, водичкой взбадривается, водичкой. Когда подсохла, бутылищ этой смывочки, подсохла чуть-чуть водичкой, взбодрил, можно даже через день это сделать. Краска уже размягчилась, краска уже не является одним-единственным таким плотным слоем. Это масляная краска, она не идет просто так. Потом покажу все, попозже чуть вырезу и покажу. Сейчас еще сам попробую, как вкусненько идет яблочная смывочка наша. Так. Ну что, пойдем посмотрим. Мы начали чистить. В принципе, в принципе, пойдем там между двух Ксений. Ха-ха! Будем желание загадывать сейчас. Ой! Желаем, быть как, как там, как в древнее время, или что там? Ой! Так. Ну что, давайте смотреть, как что чистится. Мы смачиваем. Вон там, видно, Ксения смахила. Блестит, блестит. Попробуем, посмотрим, как это все работает в разных вариациях. Берем, вот, это масло. Оно чистится, как? Как чистится? Вон, блестит. Видите? Никак оно не чистится. Никак. Можно подумать, что мы тут развлекаемся. Нам нравится смывка этой мазаться. Нам-то, конечно, нравится, но... Вот сухое. Смотрите. А, даже тут чуть влажное еще. Чуть-чуть влажное. Ну, это вчерашнее нанесение. Ну, как-то... Где бы мне по суше найти? Тут прям сухо. У тебя есть где-то сухое? Вот, наверное. Слушай, ну, тут вот сухой. Не-не. Во! О, нашел сухое. Вот, относительно сухое. Как оно выглядит? Мы делаем вот так. Взял, отчистил. Мне одной рукой. Так удобно это делать, чтобы знали бы. Можешь туда. И вот сюда его теперь приклеиваем. Обратно. Вот туда. Вот это надо смочить, потом оно приклеится само туда. Ну, типа. Типа. Так, тут сухое. Берем опять руку. Сухая рука. Отваливается. Ну, ладно. Потом смочим, и оно прилипнет. Сухо. Так? Так. Попробовали. Никак. Пробуем здесь. Вот так вот оно чистится. В массе идем же полностью в массе. Да? Вот тут полностью сухое. Вот тут тоже сухше. Сухше. Теперь. Принем водичку. Пойдем сюда в сторону, чтобы там на голый гипс не брызгать лишний раз. Вот здесь тоже самое. И пробуем. Взбадриваем. С растворительными смывками. Можно взбадривать растворитель. Но мы только что даже провели тут такую беседу. Суть беседы в том, что растворитель меньшее влияние оказывает на растворительную смывку, чем вода вот на эту водорастворимую смывку. Поскольку теперь давайте еще раз посмотрим. Тут сухо. Как-то вот так чистится. И здесь мы смочили, она чуть-чуть как бы взбодрилась. Вот она пошла полегче. И вот она идет полегче. Вот смотрите как. То есть вообще даже вот так рукой я могу совершенно стирать ее по идее. Намного легче идет. Вот так идем, идем, идем. Вот там где влажненькая, надо дать чуть времени постоять. И она уже работает. Так как должна собственно смывочка. Наносили вчера, но опять же мы вот так сейчас работаем. И у нас есть такое мнение, что все-таки здесь прохладно. Здесь прохладно, поскольку местами все-таки она подлипает где-то. Приходится больше усилий прикладывать. Так, если мы тут смочили, да, тут влажненько. Можно теперь вот так вот увлажнить эту клееночку. И подвернуть ее. И вот теперь ее вот так вот попытаться приклеить. Вот так получается. То есть если ее смачивать. Ну я сейчас не одной рукой, ребят, мне реально неудобно это делать. То есть вот если смачивать, то ее можно так подворачивать, подворачивать, подворачивать. Подделал, подделал, чуть-чуть подвернул, дальше ушел. У тебя там не сохнет. Вот здесь не сохнет. Там где под пленочкой, да. Сделал участок, сделал весь блок, весь поезд. Пошел дальше, дальше, дальше. Собственно так мы и работаем. Чистится хорошо. Вот как-то так вот очищается. Вот угол. Ну и мел можно почистить тут. Как-то вот. Местами мел залипает. Местами у нас есть алебастер. Вот алебастер. Вроде бы как. И вот там вот тоже алебастер. В общем как-то вот так вот оно идет. Ну вроде нормально. Ну вот кстати вот тут видно тоже, где чистили, чуть-чуть тоже алебастер. А и перемазываете. Зачем-то не знаю. И вот. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ну я думал будет хуже. Мы все думали будет хуже. Мы зря ужасались на самом деле. Да? Зря? Зря. Идет нормально. Нормально. Лучше конечно, чтобы оно, чтобы это была водоэмульсионка. Тогда бы оно шло бы вообще прекрасно. Но и так тоже не самым лучшим образом получается. Вот так. Вот так вот. Крюшечки красивые, да? Вот такой ножик у меня обрезанный. Вот так красиво получается. Там где много мела, кайфово конечно ребята. Кайфово. Червяка. Плоская. Да. Кольчатая. Вот так. Спасибо. Чистенько. Значит можно убрать. Еще что-нибудь. Вот нам сегодня присоединилась Александра. Да. привет она ненадолго к нам ну вот сегодня у нас какой 3 февраля сегодня у вас день рождения поздравляем александру поздравляем с днем рождения так что хотел показать у нас уже получается смывка нанесена два дня то есть второй день пошел пойдем наверх и кстати друзья кто написал в инстаграме я вот не помню саша не скидывала там скрин кто-кто из оленбурга до писали нам ребята из оленбурга спасибо то что надо было просто fps уменьшить или как это называется короче частоту кадров часто 30 30 кадров в секунду и мигания фактически нет так что не будем даже ничего выключать и не думаю что это прям вредно будет для глаз так чего здесь не смачивали ничего не трогали вот оно такое есть ли сухое видно вот сухое до два дня прошло а вот здесь мокрое за два дня я думаю связывая с тем что сейчас прокладывал сколько у нас прокладно ну 2 градусов 10 на самом деле это кайфово потому что растворительная смывка уже встала бы в такую пленку которую пришлось бы опять смывкой снимать он даже можно не смачивать смотри идет нормально вообще вообще классно все идет на здесь вообще вот влажно еще можно но опять же можно чуть-чуть увлажнить она будет чуть-чуть как бы чуть помягче станет если чуть-чуть увлажнить дать питаться водички синяя убежала впереди впереди всех вот у нее тут этот самый алебастр и очень нравится я люблю алебастры люблю говорит не могу жить без него вот так вот так снизу это выглядит очень много алебастра перемазывали понятно что перемазывали трещины везде часть она уже расчистила но еще много чего осталось вот все трещины мазаны алебастиком его надо удалять ну сколько то чтоб хотя бы не было там плотной такой пленки алебастовой и что-то слоя корочки момент нельзя было войти просто вниманием да ребята я меня сразу такое тут это самое словосочетание свежевание карниза пошли мы уже другой угол здесь сделали и протираем теплой водичкой благо здесь есть теплая водичка а водичка покажу чуть попозже теплая водичка убираем возможные остатки смывки сопельки какие-то чуть-чуть что-то еще просто влажной губкой теплой водой убираем остатки смывки получается по-твоему да выходит вы видите вот так она получилась то есть есть там где-то сбоку смотри то видим даже будет блеск то и здесь еще не проходили здесь просто чуть-чуть как бы не смывка вот это что-то осталось от нее здесь чище становится намного чище и да кстати такой момент что мы тут типа втопили да что это масло мы тут сражаются против масла нет друзья мои мы тут сражались против алебастра до алебастра много алебастом залеплена все масло оказалось меньшими зов с алебастом сложнее где-то он остается даже чуть-чуть но это уже дело для наждачной искренней бумаги выдирать инструментом не бессмысленно так и вперед уже наш парамазали себе тут вот и в проводу проводу и вот если я не знаю кто додумался кто так придумал если это собственники поставили сюда нам обогреватель то это проявление прям скажем очень не очень хорошей эмпатии потому что обычно холодная вода руки приходится мыть в холоде везде в холоде здесь есть вот такой обычный проточный нагреватель так что тепленькая вода есть теплая вода большое спасибо тем кто придумал такое удобство для нас да и у нас здесь сделан вот такой вот контейнер он выступает в роли отстойника здесь сифон вот там и что-то мусор упал он не идет дальше в канализацию потом можно его оттуда убрать аккуратно в общем вот так что вот это очень и очень хорошее дело да отсюда и теплая водичка не надо греть кипятильником где-то в ведре три девицы это самый под окном вот все делают все делают тут ой полезу повыше сегодня мой 4 февраля хотел показать кое-что а что я хотел показать я хотел показать смывку вы его нику смывка стоит третий день да да третий день у нас стоит надо чуть уложить вот здесь здесь уже подсохла а вот здесь вещи мог три дня любая расстроительная смывка уже превратилась бы просто не знаю вот что просто в камень а здесь все хорошо с ней но она была под пленочкой естественная пленочку снял вот так так вот радует смывка позволяет собой вот так вот небрежно себя вести на на день оставил на два на три пришел чуть увлажнил и дальше работы нормально классно на самом деле ну да повторюсь не масляная краска здесь представляла для нас опасность да и страдание а именно алебастр вот это все темно это алебастр и он там сидит плотно имела под ним нет очень тяжело его оттуда вы не вынимать удалять и так далее так продвигаемся в сторону окончание вот это вот карниза да но сегодня пятница завтра все почему-то изъявили желание в субботу прийти мы решили сделать эту розетку ну-ка это отверну этого чувака пока на время все равно что первый раз да мы любим посмотрим поработать иногда так вот давайте на нее хорошо посмотрим на эту розетку я не знаю как это так сделать чтобы это хорошо было видно наверное вот так как вот так она хорошо видно можем еще вот так сделать и вообще вот так вот так хорошо вот такого на состоянии сейчас подниму повыше она залепленная листья лида там зубочек наверное вот так она выглядит вблизи вот так вот все перезабито просто мелом на очень надеюсь что тут очень много мела по крайней мере выглядит как когда мела много здесь вообще ничего не считается в центре на так ну чё намажем смывкой и завтра сутрица закончим и возьмемся в примемся за эту розетку и еще раз снизу посмотрим на нее какая она была вот и замажем смывкой и зелененькая стала розеточка закрываем ее сейчас стрейчиком вот стрейчиком закроем и завтра будем заниматься актером для намазано все кусочками маленькими кусочками небольшими кусочками вот такими маленькими кусочками от центра радиально расходясь в разные стороны чтобы потом со всех концов на пастыне вести съесть постепенно открывая по кругу и приближаясь в центру то есть будем идти с краев я так думаю что так пойдет как бы чистить ее и соответственно закрывать надо в обратном порядке чтобы потом снимать и оставал оставалось закрытых суббота 5 февраля мы тут все почти все в сборе да да и чуть-чуть не за не получается не помещаются как металлогистика короче остался метр несчастный карниза до чистить вот но уже не помещаемся все вместе пойдем на розетку чтобы ее снимать наверно сделаем того таймлапсик да помним то она была залепленная там всем подряд тут двое вот ксении саша останутся до чищать а мы пойдем 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 туда пойдем сейчас камеру зафиксируем где-нибудь снимать у нас есть пять часов для этого чтобы попытаться и хотя бы в первый круг расчистить попробуем как пойдет вот так как-то это выглядит в грязи у нас там камера стоит на таймлапсе как она идет вообще мела просто не то что много даже приличных слов нет сколько вот здесь много и он погрунтован здесь грунт то есть краска вот здесь краска вот первые это я убираю краску эту первую краску вот вот этот я убрал за ней начинается там же видим а грунтованный мел вот этот зеленый а ну-ка ещё чуть-чуть освобожу вот вот это обычный мел вот он тебе вот сарапай вот грунтованный мел зеленый с синкой видимо его где-то там Вот это уже гипс Получается Где-то здесь находится гипс Вот так получается Кусками как-то сделать И задача какая Мы убираем краску Убираем сколько можем краску Потом будем следующим проходом работать смелым Убираем, убираем, убираем красочку Убираем, убираем И уже потом Увлажним И будем убирать вот этот мел Вот это мел с синькой Вот остаток мела И вот там гипс Вот чистый гипс Вот это все Вот такие вот залежи меловые Огромные меловые залежи Очень много Вот такие вот залипухи И плюс-минус потом как-то выйдет почище Наверное будет все более читаемо Столько краски Краска новая Я думаю лет 5 5 5 Не знаю Несколько тречки И все Нигде даже не произошло отторжение Не потому что хорошая краска Немного времени прошло Вот так как-то Чистим Все нормально у меня там Короче друзья мои Вот так это выглядит Вот так рвано и грязно Мы прошли первый раз Убрали только Чтобы убрали краску Убрали краску На самом деле там все тоньше На самом деле все веселее Где-то уже попробовали Попробовали почистили Где-то у нас Промелькнули Вот такие вот Какие-то штучки Разнообразные В общем она намного тоньше Естественно чем Сейчас выглядит Сколько сейчас Она забита На глухом мелом Вообще И вот такой результат Результат Труда Трех человек В течении Двух дней Розетка Казалось бы Но 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 Все таки она работистая Вот такая получилась Чистенькая Нормальная Классная Листья Все читается Все замечательно Вот так выглядит Вот такие вот штучки Все она вычищена полностью Уже Девочки еще Прошлись Прочистили Промели щеточками Чуть-чуть увлажнили И из-под внутренней Повытаскивали Все-все-все Весь мел убрали Вот так выглядит Ленточки Ленточки Прекрасно читаются Листья читаются Все читается Вот такие вот ленты Сейчас посмотрим снизу Вот такая она Получилась Очень красивая Классная Розетеночка У нас Да Вот богатая Такая богатая Прям И очень такая она Мясистая Прям мяса на ней Много Такая Прям Плотная Вот А в целом У нас продолжается Сражение С этой комнатой Остался только потолок Намазали его смывкой Он даже Ксения пробует Вроде бы даже у нее что-то получается Ну часа три Вот надо Этой смывки здесь Чтобы один слой краски Проесть Наверное нормально У нас снизу Побоище Такое Пленочное Красочное Много всего Много мусора Но зато Зато почистили И сейчас занимаемся Подшкуриваем Карнизы Подшкуриваем Именно Остаток Алибастра Что-то такое Что мешает Чуть-чуть Подшкуриваем Убираем Обеспыливаем Оставляем Для дальнейших Проходов И у Ксении Сегодня день рождения Поздравляем ее Поздравляем ее С днем рождения Так что у нас Было два подряд Дня рождения Прикольно Классно Вот Кстати да Кто задавал вопросы Мы сейчас спросим Ну почему головные уборы Не надеваете Дамы Это отвратительно И неудобно Это не фэшн Майкрофэшн Да Вот так Спрашивает Наш подписчик Постоянный зритель Почему же Не надеваете Головные уборы Девушки Там и так далее Ну Сейчас я попробую От себя ответить Скажу Как мне понятно Это все У меня есть Очень классная Бандана Как-то я зашел В какой-то магазин Спецнадежды Купил Бандану Прям поварская Причем-то С такими Там капуста Там такое Натуральнейший Материал Все классно Но Жир Жир Пот И грязь И это все Под этой каймой У тебя скапливается Просто Ну я думаю Что потерпеть Чуть-чуть Без головного убора А потом умыться Убрать Либо Вот эта вот Область Полностью покрывается Прыщами Всякими Омерзительными И так далее И это же пыль Она Ты же не в скафандре Через эту ткань Проникает Эта пыль В волосы Туда На кожу головы Там Жиропот Вот этот Наш Или Пот Жир Все это Вместе С грязью Смешивается И начинаете Просто голову Разъедать Особенно Когда у тебя Изверстка Лучше Пускай будет Сухо То есть Мы не то Чтобы такие Какие-то Ну Очень Такие Неумненькие Да Или глупые И мы не знаем Про существование Головных уборов Они По И причем По мнению Всех Они Мешают Здесь В этой работе Это классно У кого там Мастерская Типа Он такой Блогер Мастерская Все чисто Он надевает Очки Перчатки Щиток Уши Там И начинает Пилить Болгарочкой Какой-то Прутик Да Это кайфово И классно Но В рабочих Условиях Ну Для нас Как-то Не очень-то Приемлемо Использовать Головные уборы Поскольку Они Хуже С ними Чем без Них Такое Какое-то Мнение Да Прошкурили И Опять Чутка Промываем Убираем Всякие Возможные Сопельки От смывки И так далее То есть Чуть-чуть Губкой Убираем Остатки Возможные Смывки И пыль И Вот таким Вот образом Вот так Уже Чистенько Но потом Будем делать Потолок Пару раз Попробовали Что-то Не идет Пока Не взяла Смывка Остается Еще Белая Краска Какая-то Подождем Еще Может Возьмет Получше Так Чего Начали Потолок Потолок Не очень-то Хорошо Идет Прямо Окрашено Мело Там Нет Вообще От слова Совсем Местами Залипают Очень сильно Может Там Шпаклевка Была Поверх Вот этих Вот Таких Серых Алебастеров Залипух Еще Что-то Идет Сложно Местами Нормально Ощущается Ну Постояла Смывка Часов Пять Наверное И после Этого Сразу Проходим Промываем Оно Видно Слева Чуть Промыли Справа Это не Промыто Это Остатки Вот Это Вот Эти Пятнышки Это Остатки Смывки Где-то На Лезвий Ножа Остается Где-то Еще Что-то Вот Промываем Губками Промываем От Остатков Смывки Снимаем Убираем Лишнее Что Скребемся Тут Скребемся Хотел Показать Как Это Чистится Чистится Оно Не Очень Лезвия Ломаются Просто Только Путь Там Раз И Нет Лезвия Вот Так Аккуратно Подрезая Тоже Кожура Такая Не Везде Так Хорошо Это Мне Удобно Здесь А Вот Здесь Будет Менее Удобно Не Очень Хорошо Она Идет Мы Тут Плакаем На Таких Местах И Квакаем Потому Что Споклевочка Вот Белая Видно Да А В целом Вот Туда Дальше От Трещины Отошел Все Нормально А Тут Подсох Чуть Можно Буду Смочить Да Идет Нормально Вот Так И Вот Это То Что Осталось Вот Здесь Вот А ну Сейчас Сухой Палец Вот Так Крас И Вот Он Видно Зелененькое Надеюсь Видно Чуть Чуть Такая Как бы Смывка Проела Краску Вот Смывка Краску Проела И Чуть Внутри Ушла А Вот Здесь Уже Промыто И Вот Здесь Уже Такого Нет Сухой Палец То Не промыли Уже Лучше А Здесь Остаточек Смывки Надо Потом Промыть Здесь Сухо Где Промывали Вот Так Чистится Ну Один слой Краски Видите Нет Мела Здесь Заморочились На карнизах Не стали Заморачиваться А вот Конкретно А Лезвие У кого-то Сломалось Да Слой Что Было Ломается Лезвие От Усилия Вот Так Вот Еще Раз Обращаю Внимание На Дешевые Лезвия Самые Дешевые Лезвия Из Леруа Они Умеют Делать Вот Так Вот Так Классно Хорошим Лезвием Которое Крепко И Подержит Заточку Так Не Сделать Оно Вот Так Только Будет Гнуться И Будет Все Ранить И Резать А Вот Эти Лезвия Вот Полностью Выпущены Вот Так Она Делает Вот Так Можно Чистить Дешевыми Самыми Дешевыми Лезвиями Из Леруа Мерлен Они Очень И Очень Помогают Ну Что Закончили Мы В этой Комнате Что Не Вошло Потолок Потолок Обрабатывали Еще Корщеткой Протерли Потолочек Чтобы Там Может Где-нибудь Какой-то Невидимый Остаток Смывки Где остался Чуть Чуть Еще Промели Корщеткой И Готово Видно Следы Видны Вот Эти Темненькие Это Алибастер Который Прям Въелся Въелся Туда То есть Его Выдирать Оттуда Уже Не Представляется Возможным Да И Незачем Поскольку Он Не Представляет С собой Какой-то Единой Пленки Единого Слоя Прямо Там В штукатурке Он там Держится Дальше Его Придется Придется Оттуда Вырезать Вместе Со штукатуркой Это Бессмысленно В этом Смысла Нет Вот Так Получилось Вот Так Такая Получилась Комната Поработали Смывкой Розетка Проявилась Чистенькая Гипсовая Розеточка Вот Так Вот такая Комната Комната Небольшая Кстати Я говорил Сколько Она Размер Этой комнаты Говорил Напишу Нет Скажу Сейчас Размер Она Пять Почти Там Пять На Четыре С половиной Вот Ну Так Что-то Близко К 25 Квадратам Да И банка Смывочка У нас Ушла Полностью Баночка Ну Не знаю А ну Открой Вот Вот Что Осталось Хотя Девушки Мазали Экономили Говорят На потолок Уже Мазали Экономили Чтоб Хватило Ну Тут Не 25 Меньше Но Еще Считаем Разворот Карнизов Какой Ну Собственно Банка Ушла 5 Килограмм Нормально Хорошо Придется Докупать Еще Куда Она Собственно Предназначалась Для откосов Попробовал Я откос Один Вот Намазали Ксения Намазала Какая-то Из Ксении Я Счистил Получилось Вот так То есть Краска Местами Все-таки Сидит И надо Потом Еще раз Точечно Пройтись Ну Так сидит Прям Не хочет Не хочет Она уходить Надо еще разок Точечно Потом Местами Промазать И Получится За два раза Работать С откосом Ну Эта тема Естественно Будет Для чего-то Как бы Отдельного Видеоматериала В общем Да Сделали комнату Получается У нас Видео Будет Только По этой Комнате Хватит Времени Занимает Много Это И Эту комнату Здесь Уже Ведется Работа Часть Уже Почистили Эта тема Будет Для Другого Ролика Ну Что Мы Поработали Смывкой Плотно Влезли В зеленую Жижу Сделали Поработали Она Помогла Все Классно Все Получилось Мы Сделали Эту Комнату Кстати В нашей Практике Мы Первый Раз Вот Так Все Полностью Перемазываем Новая Краска Новая Жесткая Масляная Краска Пришлось Так Делать К слову Сегодня 9 Февраля Вот Так По Календарю Ладно Проделали Работу Сделали Сделали Движемся Дальше Работаем Всего Вам